МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала «Первый Карагандинский» и я, Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. 11 лет лишения свободы. Суд Казбекбийского района Караганды вынес приговор воспитательнице, заказавшей убийство своего мужа. Ее подельник проведет за решеткой 16 лет. В результате безграмотно проведенных конкурсов под угрозой оказались строительные работы трех школ Карагандинской области. Ситуация обсуждалась на аппаратном совещании в Акимате области. 12 детей погибли с начала года в дорожно-транспортных происшествиях в Карагандинской области. 4 сентября сотрудники Карагандинской местной полицейской службы провели очередную акцию в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» Совершенная детективная история о том, как образцовая воспитательница детского сада заказала с любовником своего мужа, завершилась в суде Казбекбийского района города Караганды. Заказчица осуждена на 11 лет лишения свободы, а ее подельник проведет за решеткой 16 лет. Поговорка о том, что любовь зла, очень подходит к этой криминальной истории. Мать троих детей и ее муж-предприниматель были, что называется, примерной семьей. Но в 2011 году воспитательница детского сада Байтирек познакомилась с осужденным Сергеем Пита, когда он отбывал наказание в колонии. Когда в 2015 году Сергей освободился, то парочка срочно нашла исполнителя своих планов. Киллер, получив 8 тысяч деньги, которые женщина украла у законного мужа, скрылся с ними. Но его задержали полицейские в захоронении наркотиков. Вот тут все и раскрылось. Второго нанятого киллера выявили быстро. Несостоявшееся убийство разыграли как по нотам, но в присутствии полиции. Так парочка была арестована. И вот последний аккорд в этой несимпатичной истории – оглашение приговора. Суд приговорил Пита Сергея Анатольевича признан виновным в совершении преступления. Продукционка статью 24, часть 28, часть 4, 99, часть 2, пункты 7, 8 Уголовного кодекса Республики Казахстан не назначит войне наказания в виде лишения свободы сроком 15 лет с конфискацией имущества, добытое преступным путем, либо приобретенного на средства, добытое преступным путем. На основании статьи 60 Уголовного кодекса Республики Казахстан частично предсоединительного опыта и наказания по приговору Кагандинского областного суда 19 мая 2004 года и окончательно назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытое преступным путем, либо приобретенного на средства, добытое преступным путем, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Из них 3 года с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы полной безопасности. Не меньший срок получила и образцовая воспитательница. Успанова Марина Анатольевна признать виновное совершение преступления предусмотрено статьей 24 ч. 3, 28 ч. 3, 99 ч. 2 пункта 7. 8 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить вовремя наказания в виде 11 лет, 3 месяцев лишения свободы с консистрацией имущества, добытого преступным путем, делой приобретенного на средства, добытого преступным путем, с отдуванием наказания в учреждении уголовной исполнительной системы средней безопасности. Точки над «и» поставлены, зло наказано, но остальным участникам этого уголовного дела жить будет очень непросто. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Привлечь к ответственности несколько подрядных организаций требуют карагандинские педагоги. Сразу пять исков в экономический суд поступило от директоров школ о том, что некоторые строительные компании не выполняют условия договора. Ну, все должно быть заведено здесь. Это хорошо, что нам предоставили кабинет рядом, который находится. Мы всю свою мебель, все это перенесли туда. Открытие этого медицинского кабинета ожидают более 900 учеников и весь учительский состав школы номер 63. Ремонтные работы здесь должны были завершиться еще 20 августа. Однако строительство нового медпункта началось только на днях возмущенной педагоги. Там, чтобы дети не могли бы где-то получить медуслуги, такого нет. Это уже все предусмотрено. Мы медсестру определили в другой кабинет. Она там принимает. Аналогичная проблема наблюдается в девяти школах Караганды. Если в половину из них на данный момент идет ремонт медицинского кабинета, то в других школах производятся работы по замене кровли и облицовки. Однако в отделе образования уверяют, что работы на учебный процесс не влияют. К тому же ремонт в общеобразовательных учреждениях на 85% выполнен. Мы хотели бы привлечь строительные организации к ответственности, чтобы их внесли в черный список. Сейчас суд рассматривает наши иски. А ремонтные работы, которые начались только после 20 августа, сейчас возобновились. Тем временем подрядчики от ответственности убегать не собираются. Говорят, готовы даже платить неустойки. К слову, ремонтные работы обещают завершить в ближайшие дни. Это человеческий фактор, конечно. Здесь, наверное, не уместно будет. Это полностью вина наша. Но как бы, по-моему, глине вот эти проблемы. То есть был найден подрядчик, который субподрядчик, который свои обязательства не выполнил. И сейчас мы его даже никакой ответственности привлечь не можем, потому что тоже неграмотные действия с нашей стороны были. Иски в отношении трех недобросовестных компаний сейчас рассматривают в экономическом суде. Директора средних школ Караганды просят признать все ТОО недобросовестными и взыскать неустойки. Также педагоги требуют расторгнуть договор о государственных закупках. Если вина строительных организаций будет доказана, за невыполнение условий договоров в отношении представителей подрядчиков будет выставляться пеня в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. В результате безграмотно проведенных конкурсов под угрозой оказались строительные работы трех школ Карагандинской области в Караганде, Цимиртау и поселке Саршахан Ахтугайского района. Сдача новых объектов образования запланирована на 2018 год. Ситуация обсуждалась на аппаратном совещании в Акимате области. В Караганде, Цимиртау и поселке Саршахан школы возводятся в рамках государственной программы Нурлыжол. Однако скандалы и судебное разбирательство подрядчиков мешают строительству. Причиной являются судебные иски от предпринимателей, проигравших конкурс. Вот что рассказал Аким Караганды Нурланов Бакиров. «Астанаш Адарак, филконтроль, обладанностный наш филконтроль отменил в части него и его отменил для участия в конкурсе. Следующий после него шел компания «Строистанин». Соответственно, с ней заключили договор. На сегодня они осколили 250 миллионов. «Астанаш Адарак» подавал соответствующую жалобу филконтролю и его отменили. Он пошел в суд. Судебку первую станцию выиграл об исключении этого по своему. Но там есть вопрос, что он обосновывался на основании письма республиканского филконтроля о том, что незаконно его отменили, незаконно включили вот этот устройств найм. А в Темиртау из-за судебных разбирательств пришлось и вовсе приостановить конкурсные процедуры. «Пять-шесть претендентов было. Они были открытыми из-за нехватки, у них опыт работы. Но компания «Астан» подала в филконтролю в области. Они на считание тревожного стажа, что хватает на 5 лет стажа. Но республиканский филконтролю дал два года. Поэтому мы когда-то на них задали конкурс, они подали в суд и все наши работы. Как бы все наши процедуры рассмотрены, мы говорим сюда. Соседание следующего с 6 сентября. Под угрозой неосвоения в Темиртау находятся 300 миллионов тенге, выделенных на этот год. Строительство школы рассчитано на несколько этапов. Общая стоимость строительных работ – 1,3 миллиарда тенге. Ввод в эксплуатацию планируется в октябре 2018 года. Однако градоначальник Темиртау заявил, что пока не будет поставлена точка в судебных разбирательствах, невозможно продолжить конкурсные процедуры и определить подрядчика. По строительству школы в Сарышагане конкурс также признан несостоявшимся из-за несоответствия требованиям потенциальных поставщиков. Здесь также ведутся судебные процедуры. Акимобласти Ерлан Кушанов выразил недовольство такими ответами. Дети, ребят, школы, группы, населения. Из-за того, что не пора организовать оборудование, безграмотно. Имеем такие последствия. Управление строительства разбирается дальше, оставим сюда. Глава региона предупредил об ответственности Акимов, которые допустят неосвоение бюджетных средств. Областному управлению строительства поручено детально разобраться в ситуации. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. О кадровых изменениях, произошедших в Карагандинской области, на аппаратном совещании сообщил глава региона Ерлан Кушанов. В первую очередь он представил присутствующим нового прокурора Карагандинской области. Им стал Марат Сексенбаев, в течение последних трех месяцев находящийся на этой должности в качестве исполняющего обязанности. На должность прокурора Карагандинской области он был назначен приказом Генерального прокурора Республики Казахстан. Кроме того, должность заместителя руководителя аппарата Акима Карагандинской области занял Булат Байкенов. В этом качестве он будет курировать вопросы контроля, юридического сопровождения и прохождение корреспонденции. С сентября 2013 года до назначения работал в канцелярии премьер-министра Республики Казахстан на должностях консультанта, заведующего сектором юридического отдела, главного инспектора секретариата. Торговая сеть «Скиф» поздравляет с праздниками и желает всем хорошего настроения. С 28 августа по 10 сентября представляем наши праздничные акции. Масло подсолнечное «Шедевр» 1 литр 359 тенге. Лапша безбармачная «Кэмми» 250 грамм 99 тенге. Детский сок «Агуша» 200 миллилитров 99 тенге. Конфеты «Альпинголь» 180 грамм 849 тенге. «Скиф» просто сравни цены. Продолжаем выпуск. 12 детей погибли с начала года в дорожно-транспортных происшествиях в Карагандинской области. Такую неутешительную статистику приводят полицейские. В шахтерской столице зафиксирована гибель трех несовершеннолетних. 4 сентября сотрудники Карагандинской местной полицейской службы провели акцию. Ваш пассажир – ребенок. Снижение тяжести последствий ДТП с участием детей пассажиров, пропаганда детских удерживающих устройств и ремней безопасности, а также привлечение внимания водителей к проблеме безопасной перевозки юных пассажиров. Таковы основные цели проведенной акции. С начала года в Караганде в дорожно-транспортных происшествиях три ребенка погибли, 17 были травмированы. Как вы видите, по городу Караганде очень много машин передвигается, где водители располагают своих детей спереди, около панели или сзади, чтобы они смотрели на дорогу. Все это подвергает опасности наших подрастающих поколений, потому что в случае экстренного торможения ребенок может получить травму и удариться в переднюю панель, либо в лобовое стекло, не говоря уже о более тяжких последствиях в случае ДТП. В ходе акции «Стражи порядка» особое внимание уделили тем водителям, которые перевозили детей. Полицейские провели акцию возле одной из самых старейших гимназий города, которая расположена в самом центре Караганды. Большинство школьников сюда привозят родители. Инспекторы напоминают, что дети до 12 лет обязаны быть пристегнутыми. А также самое главное – это пристегивать своих детей. То есть до 12 лет дети в салонах автомобилей при перевозке должны быть закреплены в детском кресле, либо в детском удерживающем устройстве. Место проведения акции было выбрано не случайно. С недавних пор здесь появился светофор. По словам учителей, об этом они уже долгие годы просили городские власти. Наконец-то гимназисты смогут переходить дорогу более безопасно. Дети, конечно, соблюдают все правила дорожного движения. Обучаются они, знания получают. Но, тем не менее, есть, конечно, и водители, которые нарушают правила дорожного движения. И в связи с этим мы подали заявку на то, чтобы установили возле школы светофор. Это более безопасно для наших детей, для малышей, которые добираются сами, которые соблюдают эти все правила, которые переходят через пешеходный переход, через светофор на зеленый свет и так далее. Акция под названием «Ваш пассажир-ребенок» – лишь одно из профилактических мероприятий, проведенных в рамках республиканского месячника «Внимание, дети». Сотрудники полиции намерены и далее усилить работу по профилактике детского дорожного травматизма. Андрей Тенту, Легенд Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде стартовал республиканский конкурс, посвященный 350-летию Казбекби. В нем принимает участие порядка 40 молодых талантов страны. Цель конкурса – поддержка и выявление юных талантов, повышение профессиональных навыков. Кроме того, организаторы намерены через поэзию привить молодежи любовь к национальной культуре. По итогам конкурса победители наградят дипломами, благодарственными письмами и денежными призами. Тоймырза Абашев уже давно влюблен в творчество «Балк и базар» и сегодня исполнил одну из его композиций. По словам участника, выражать свое душевное состояние через искусство – одна из сложнейших задач. Но в этом конкурсе он намерен выложиться на все сто и, конечно же, занять победное место. Я приехал специально на этот конкурс из Северно-Казахстанской области. Готовился к нему долгое время. Бывали и сложности, так как играю на баяне. Сегодняшним своим исполнением я доволен. Желаю всем участникам удачи. Творческий конкурс участники открыли музыкальным шашу. Песня о родной земле заставила конкурсантов на несколько минут забыть о волнении. А предстоящей конкуренции наполнили лишь строгие судьи, которые наблюдали за каждым движением исполнителей и оценивали мастерство участников. Все участники пришли с очень серьезной подготовкой. Они ответственно отнеслись к данному конкурсу. Это, конечно, радует. В целом, конкурс проходит неординарно, интересно для зрителей и для участников. Главной целью этого конкурса является желание объяснить подрастающему поколению силу слова. Республиканский конкурс организован в рамках международной выставки Экспо-2017. Состязание состоится из двух этапов и продлится три дня. В первый день конкурсанты приняли участие в отборочном туре. Во второй тур пройдут лишь те, кто сможет исполнить кюй и жир на высоком уровне. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде стартовал конкурс сочинений среди школьников на тему «Родная земля». Литературное состязание будет проходить с 5 сентября по 1 декабря. Оно состоит из четырех этапов. Организовали конкурс «Карагандинский филиал молодежного крыла ЖАСОТАН» и областное управление образования. С чего начинается «Малая родина»? Герой родной земли. Моя мечта о будущем моей страны. Именно на такие темы принимаются школьные сочинения на конкурс «Родная земля». Выразить свои мысли о родине, о богатстве страны участники могут как на государственном, так и на русском языках. Организаторы отмечают, что главная цель конкурса – найти среди учеников наиболее талантливых. Победители будут определены в день первого президента 1 декабря. Организовской области, безусловно, будет проводиться данный конкурс. По всей этой четырех номинациях с 5 сентября вблоке до 1 декабря мы будем принимать все конкурсы, все конкурсные сочинения. И нужно отметить, что вручение теплового победителя состоится в городе Астане, а кому в дня первого президента страны. Данный конкурс проводится в рамках послания президента Рухани Жангару. Организаторы строго предупреждают, что не принимаются сочинения, которые не соответствуют нормативам. Работы, которые пройдут приемную комиссию, назад возвращаться не будут. Полную информацию по конкурсу можно узнать в карагандинском областном филиале молодежного крыла «Жасутан». Андрей Тенту, Леген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова